всем привет очень рад вас видеть сегодня поговорим про тренды в джаваскрипте про какие-то общепринятые вещи про догмы постулаты немножко их покритикуем да ребят сегодня некоторые из вещей про которые я буду говорить могут немножко задеть ваши чувства но мы с вами профессионалы мы пришли на эту конференцию чтобы стать лучше как специалист чтобы пообщаться на какие-то темы познакомиться друг с другом в общем мы хотим стать лучшими профессионалами поэтому воспринимаем критику нормально и комментируем в чатике я вижу ваши комментарии и в telegram чатике и в наших остальных чаток в special чате и так дальше немножко про себя я войти около 9 лет за это время успел побывать как бэкэнд джава разработчик да я зашел в мир айти через джаву потом перешел плавно на джаваскрипт писал на фронтенде на бэкэнде сейчас full stack разработчик global logic и параллельно с этим я член присел команды по новым проектам которые заходят в global я провожу тренинги по алгоритмам и структурам данных по системному дизайну и остальным вещам ну и также провожу собеседование у меня много веселых историй поэтому если хотите пообщаться на эту тему то жду вас в special чатике после выступления давайте начинать и сегодня у нас следующий план у нас изначально хотел назвать эту это выступление как javascript разработчик в стране чудес потому что мы будем смотреть на привычные вещи они будут немножко менять свою форму то есть восприятие будет меняться я хотел организовать это как игровая карта да помните может в детстве у кого была приставка там и вы играли в super mario или в sonic у вас была какая-то общая карта вот сегодня точно так же мы начинаем с первой локации зайдем в этот мир через op через java script и плавно будем двигаться в сторону фронт-энда и бэкэнда поговорим про типизаторы react редакс потом плавно про экспресс если хватит времени чуть поразмышляем на тему бэкэнда сначала хотелось бы закинуть цитату такого человека вот интересно кто из вас знаком с этим персонажем довольно неоднозначная личность интернете известно своими контроверсивными цитатами в интернете но тем не менее кстати напишите люди в чате кто знаком интересно если тут люди которые разбираются войти не только в java скрипте в общем он как-то сказал что компьютерная индустрия это единственная индустрия которая больше подвержена моде чем женская мода и я очень сильно согласен это будет нашим лейтмотивом сегодня лейтмотивом наше выступление про java script так давайте зайдем в этот мир через op откроем эту дверцу ребят для меня как для бэкэнд разработчика который зашел в мир java скрипта через java там спрашивают кто это такой а ну-ка ребят да андрей правильно ответил это ричард столман да это человек который внес огромный вклад в мир linux free software open source макс и так дальше вот человек который уходил из поста free software потому что слишком не поликорректно выражался так если можно выразиться окей про op я ребят зашел в мир программирования через java поэтому для меня op навеки в сердце да я фанат op но где-то рядом там с динаме со статической типизации с паттернами проектирования с копированием кода со stack overflow в общем где-то рядом но тем не менее в java скрипте op немножко отличается сразу хотелось бы закинуть цитату дэна абрамова человек который приложил руку к реакту который придумал идею редакса там речь на его выступление зашла про op про паттерны проектирование вот он так выразился что op и паттерны все эти если у вас есть функции первого порядка то они сводятся к трех лайнерам которые даже не заслуживают имен ребят кому интересно презентацию я скину чуть позже перейдете по линке послушать для меня кстати было открытие что дэна браунов неплохо говорит по-русски вообще он переехал в америку он не американец вот но тем не менее давайте разберемся с этой цитатой так это или нет может быть у человека профессиональной деформации давайте так зачем нам нужны классы в java скрипте давайте просто как синтаксическая конструкция вот как вы считаете зачем появилось ключевое слово класс я сразу закину пример у нас есть класс кролик у нас есть функция кролик то есть фактически одно и то же выполняется здесь через новый синтаксис но относительно новый синтаксис применением класса и через старый синтаксис применением прототипов в общем то пример с прототипами выглядит даже короче так зачем все таки добавили классы как вы считаете я вижу человек печатает давайте немножко подождем нас нету много времени хочется про многое поговорить поэтому я потом дочитаю ваши комментарии а сейчас закину немножко наследование да немножко приправим это такая необычная приправа наследования с к ней нужно быть относиться очень осторожно это как острый перец но мы еще вернемся к ней давайте добавим немножко наследования и здесь видим что у нас есть новый класс странный кролик который наследует обычного кролика и у него появляется еще один метод которого спрашивают how long is forever он отвечает иногда всего лишь секунда человек максим пишет что чтобы людям с других языков было проще писать на java script это абсолютно в точку ребят я сейчас подсвечу чтобы java девелоперам было проще переходить на java script чтобы оп стала на себя похоже да ребят то что сейчас подсвечено для людей с других языков или для нашей верхушки айти аристократии java script разработчиков которые считают что это нужен только для собеседований восприятие классов проще для людей с других языков но понимаете здесь должна быть такая небольшая приписка как в мультиках когда подписывают контракт с дьяволом там маленьким текстом под линзой под микроскопом будет написано что на самом деле классы java script это совсем не те классы которым мы привыкли в других языках программирования и вот простой пример еще в сороком году когда алан кей придумал свое op он описывал что классы должны быть некими фингерпринтами отпечатками которые никогда не меняются в нашем примере если мы например возьмем rabbit извините за повторение возьмем rabbit наплодим этих кроликов заставим их плодиться как кроликов нас будет тысячу этих объектов и внезапно придет новый разработчик и в самом файлике решит что для его кролика say hello должно вести себя немножко не так то поведение всех остальных кроликов тоже изменится это большая проблема но не основная основная проблема это то что изначально java script не разрабатывался как классовый объектно ориентированный язык изначально его можно как угодно назвать то есть прототипный объектный но не классический оопо язык из-за того у нас недостача фич нас не хватает интерфейсов не хватает абстрактных классов не хватает не знаю статических методов и возникает другие сопутствующие проблемы это проблемы с контекстом да мы знаем что зис в java скрипте в отличие от той же java или дотнета гуляет я не знаю как как наша страна на майские праздники да то есть мы никогда не уверены куда указывает зис поэтому вспомните когда вы пишете классы когда там популярно стал реакты окмоскрипт 6 люди писали классы в конструкторе бандили все методы в зис почему так делали потому что не были уверены куда будет указывать зис момент выполнения а мы знаем что байн зис он делает дубликат он копирует функцию то есть каждый наш экземпляр класса копирует весь набор методов это влекло за собой то что мы переполняли память то есть garbage collector сборщик мусора начинал работать очень активно очень сильно активно даже активнее чем ваши соседи с дрелью по выходным то есть это влекло за собой некоторые проблемы с перформансом оптимизации так дальше про оптимизацию на уровне байт кода тоже промолчу потому что еще до сих пор есть проблемы именно оптимизации кода с большой иерархии наследования классов на уровне байт кода в браузере или манификаторы я до недавнего времени сталкивался с проблемой что вебпак не минифицирует названий классов или каких-то методов которые переопределяются дальше в наследниках до сих пор наверное оно осталось я надеюсь пофиксили но не уверен и еще один момент это наследование ребят если бы я был таносами мог бы вот так вот щелкнуть пальцем то половина принципов оп исчезла бы туда бы точно попало наследование потому что хоть это неплохой способ переиспользования года но к сожалению это очень опасный способ переиспользования кода да то есть если у нас большая иерархия классов вспомните там какие-то другие языки программирования в той же java если у нас много коллекций которые наследуются друг от друга у нас есть интерфейсы интерфейс расширяет другие интерфейсы там появляются абстрактные классы там появляются имплементации потом расширение переопределения то добавление нового функционала в корневые классы становятся большой проблемой именно поэтому java разработчики такие консерваторы потому что попробуй измени метод remove из коллекции который например вместо индекса будет возвращать объект который удален это большая проблема придется перетестировать всех наследников вот пишут что вопак 4 наконец-то обфусцирует имена классов и и про то что большая часть паттернов на наследование да ребят отдельно про этом поговорим отдельно поговорим про динамическую типизацию наверное это не влезет в наше выступление наверное жду вас спешил чате проект про это сейчас как пример паттернов кстати те же слова дэна абрамова что если у нас есть функции то мы можем заменить все эти паттерны вот некоторые паттерны singleton это одна строчка потому что model export у нас уже одна строчка декоратор это функция первого порядка strategy и ребят домашнее задание значит попробуйте реализовать pattern template метод модифицируя pattern strategy вот спойлер сильно много модифицировать не придется и и такой дисклаймер да как в 100 500 ребят ооп неплохой то есть он мы понимаем что в программировании вообще нет плохих вещей если что-то действительно плохое то он исчезает из рынка ооп применяется неплохо например в ангулере или в nest.js если там пойти на пролом и писать функциональном стиле то это будет выглядеть странно но месседж такой что в некоторых приложениях можно меньше использовать ооп и так далее там печатают комментарии я чуть позже на них отреагирую потому что время идет нам надо еще поговорить про type script который очень классный для меня как для java бывший java developer на самом деле я был java dev около трех лет в начале своей карьеры потом пришел java script но тем не менее когда я нашел type script это было для меня открытие наверное еще похлеще чем у кристофера колумба когда он америку открыл как минимум потому что type script безопасен да не только он безопасен появляется autocomplete появляется рефакторинг он самодокументируемые так дальше то есть type script действительно классный с этим не поспоришь и популярность его растет ну тут только момент что после начала пандемии после начала карантина по какой-то причине людям меньше понадобился type script но тем не менее он все еще очень популярен однако хотелось бы подставить под сомнение не кажется ли вам что type script немножко за overhyped не кажется ли вам что иногда берут в проекты там где он особой пользы не приносит у нас я у себя на проектов глобале его использую примерно на 50 процентов проектов и иногда там где у нас именно применяется подход функционального программирования там когда например функция порождает функцию которая еще какую-то функцию порождает такая цепочка получается действительно непонятные во первых ошибки возникают во вторых сложно в этом ориентироваться у нас плотская проблема смобык стей 3 и оказалось что авторы запушили не ту версию типов и мы достаточно много времени на этом потратили оказалось что внутри какой-то другой API используется а снаружи выдали там TypeScript немножко не относящийся тут линка тоже есть потом перейдете посмотрите но это не основная проблема и даже не то что читабельность у TypeScript не очень иногда хорошая вот простой пример это функции reduce из rx.js когда декларация выглядит сложнее чем имплементация то есть я как-то скинул этот пример в нашу группу в global logic javascript community и там человек написал все отлично но тут есть any и это плохо вот ребят мне прочитать мое мнение прочитать что нужно передавать какими типами оно работает сложнее чем если бы я просто прочитал scan internals аккумулятор сид это не самый сложный пример srx.js там если какой-нибудь flat map открыть там еще что-то то там гораздо больше будет декларации и это меня немножко беспокоит да то есть когда все просто в проекте TypeScript прикольно самодокументируется но когда все сложно я бы хотел чтобы хотя бы какая-то js-дока была сверху написана он все еще актуален что нужно передавать что значит эти параметры потому что тут какие-то conditional и необязательные параметры три типа и так далее ну да ладно давайте поговорим про типы в рантайме вернее много говорить про них не будем потому что типа в рантайме нету и из этого возникают некоторые проблемы в том же nest.js хороший backend framework мы его себя применяем в глоболочке на новых проектах и мы как хорошие программисты мы идем по принципам solid мы программируем на уровне интерфейсов и не дотрагиваемся до имплементации когда инжектим наши зависимости в контроллер тут у нас есть код сервис который мы инжектим мы говорим что дай нам пожалуйста код сервис и имплементация этого код сервиса это май класс которая связывается где-то в модуле из-за этого у нас слабая связанность и другие плюшки появляются но ребят если мы случайно заимпортируем не тот класс или за импортируем или какая-то ошибка опечатка будет то что в итоге мы получим время мы ничего не получим ни typescript ни nest.js нам ничего не скажет до момента вызова этого класса до момента вызова метода обращения каким-то полям и это большая проблема в той же java.net если мы стартуем приложение оно пытается залинковать динамически два объекта и они никак не соотносятся с друг с другом мы сразу же получаем исключение там класс cast exception такой-то класс не является наследником код сервис но у нас такого нет это меня немножко сдерживает чтобы применять typescript по всем месту ну да ладно с динамическое с типами с типами в рантайме давайте поговорим про компайл тайм тут я немножко украл пример у или клейма возможно будет рассказывать про это дальше в общем то со статик компайл таймом тоже не все так гладко ребят все еще если мы там применяем спред операторы или присваиваем типы другие типы вот там следующий пример то typescript нам не помогает в данном примере мы через спред оператор копируем мапу вызывая метод get который есть у мапы но мы-то понимаем что через спред оператор мы получили обычные объекты typescript не выдает никакой ошибки или вот второй пример интерфейс у нас есть интерфейс у которого x типа number и тип b который x имеет более широкий набор типов number или string и когда мы играемся когда мы к ссылке одного типа присваиваемся объект другого типа typescript начинает нам давать подсказки или не контролировать типы например в данном случае он позволяет нам вызвать то фикс то метод типа number на объекте типа string для меня честно говоря загадка почему в typescript разрешается такое потому что в статически типизируемых языках мы можем мы можем вызывать методы которые есть у супер классов этих объектов да то есть должен быть общий предок и только например те методы которые есть у общего предка доступны здесь мы немножко нарушаем прицеп принцип там подстановки барбары лисков да что если мы работаем с под типом с наследником то типы с которым работает наследник должны быть либо такие же либо уже а здесь наоборот шире вот поэтому такие проблемы появляются но ребята я не хочу сказать что typescript плохой он не плохой он хороший но то как он был заявлен изначально что он спасает нас от undefined is not a function от nullов каких-то от всего остального он не всегда то есть идея была хорошей он должен быть как швейцарские часы да но получился как швейцарский сыр иногда с дырочками вот закончить эту секцию хочу словами роберта мартина с которыми очень сильно согласен что почему люди боятся изменять код они боятся вносить изменения которое поломает этот код но почему они боятся поломать код потому что у них не хватает тестов я хочу обратить внимание что если взять тот effort который вы вкладываете в typescript в поддержку typescript а изучения бакфикс ошибок и направить это на юнит тест на integration тесты и так дальше то возможно это даже даст больше бенефитов чем использование typescript а но если у вас есть сила сила-то на снага использовать и то и другое то конечно используйте вот я вижу люди печатают там текст опять-таки прочитаем чуть позже а сейчас перейдем на react так как связывающий элемент между джаваскриптом и редаксом который будет нашим мини-боссом про react ребят я ко мне иногда на собеседование приходят люди и особенно новички которые недавно в джаваскрипте или которые не писали на реакте название немножко их вводит в конфьюжен да потому что иногда люди начинают мне доказывать что react очень сильно реактивен потому что посмотрите мы пропсы прокидываем сверху компонент перерендеривается и так дальше поэтому я раз и навсегда решил прояснить этот момент что реактивность давайте вспомним это парадигма которая позволяет подстроиться под изменения в декларативной манере а в react компонентах если у нас что-то происходит мы зачастую вызываем set-state императивно вызываем set-state то есть у нас какой-то event мы его обрабатываем парсим и только после этого вызываем set-state то есть там есть часть императивности поэтому нужно найти пост дэна абрамова про то что react не полностью реактивен это тоже самое есть в официальной документации реакта где-то я хотел найти но не хватило времени но раньше точно было вот пример элементарный что если у нас есть компонент который принимает какой-то props и мы пытаемся потом изменить ссылку то компонент конечно не перерендерится да чтобы он был реактивен нам надо какая-то библиотека по rx.js или mobx вот ребят кстати интересно кто пользуется mobx из вас мы на некоторых проектах начали использовать и он даже лучше заходит чем редакс окей переходим на редакс наш следующий мини босс интересно как изменились тренды за последние несколько лет по редаксу и сразу хочу поделиться новостью как который у меня под которая поджигает мое чувство несправедливости то что сам дэн абрамов теперь отказывается от идеи полезности редакса да он говорит что редакс не решает никакой проблемы он только вносит еще одну проблему то есть нам надо теперь думать что хранить в этом редаксе и линк остается вы тоже перейдите посмотрите он там на видео рассказывает более детально но ребят действительно почему тренд пал тут за последний год на 25 процентов понизилась популярность редакса давайте разберемся во первых это кривая обучения то есть сам по себе редакса он простой он действительно простой как двери но с редаксом нужно как минимум какая-то библиотека для работы с сайд эффектами тот же танк недалвар или редак сага или какие-то библиотеки для кэширования промежуточного еще что-то действительно заставляет людей больше учить бойлер плейт у нас попадается то есть все попытки команды редакса через редак стулки уменьшить количество бойлер плейта они конечно похвальны но все еще если сравнить редакс и на мог быкс тот же или чистый реакции за редюсером то редак стулки проигрывает по размеру бойлер плейтом не есть пример окей и по перформансу сам по себе редакса он сам по себе редакса он быстрый да то есть перформансом все окей но люди неправильно пользуются редакса то есть если у вас перерисовывается какая-то часть правая правый уголок экранчика то у вас перерисовывается все ваше приложение люди не задумываются про кэширование про какие-то аспекты динамического программирования и так дальше и сама идея центрального хранилища вот хоть она и реализована с чем-то похожим на монад но опять-таки он не отвечает всем принципам монада функционального проектирования и сам по себе выглядит как глобальные перемены да то есть мы знаем что с глобальными переменными есть некоторые проблемы останавливаться не будем на этом и вот что меня беспокоит что судя по трендам за двадцатый год state of js xstate обошел редакса вот я пользовался xstate там но xstate он опять-таки он применяется только на узком наборе проектов где мы можем развернуть все возможные стейты нашего приложения то есть наперед если у нас юзер что-то импутит у нас много форм и так дальше xstate не подходит и то что редакса ниже xstate меня тоже теперь это беспокоит должны ли мы остановить остановиться как говорил известный персонаж использовать редакса например начать использовать хуки или другие библиотеки нет не должны потому что редакса он все еще хорош он хорош но он не хорош настолько чтобы его применять везде да то есть я бы порекомендовал использовать редакса если у вас например нужно поддерживать дуанду то есть вы редактор какой-то пишите или вам нужно передавать стейт по интернету вас должны быть сериалайзабл экшен и то чего нету мобык стей 3 например то есть на backend отправлять или peer-to-peer куната или вы планируете переписать фронт-энд скоро очень быстро или вам нравится это фича time traveling которую все открыли в первый день после презентации больше не пользовались я кстати не знаю может вы пользуетесь напишите вот поэтому используйте редакса но не стоит его брать по дефолту я хочу вот акцентировать внимание на том что люди зачастую поддаются трендам и берут ненужные технологии в свой проект вот как какие-то греческие философы когда-то говорили что если ты мне что-то предлагаешь просеет а через три сита вот вы точно также должны делать сначала просеете какие бенефиты это вам даст потом второе какие альтернативы это есть и чем вы за это заплатите вот если у вас все это проходит вам технология подходит то берите и и последний момент ребят на самом деле я хотел еще про mongo db рассказать про микросервисы про необходимость алгоритмов и так дальше но не хватает времени поэтому спешл чате если кому интересно пообщаемся экспресс on opinionated framework честно говоря этот тот те тот плюс который описывается в этом фреймворке что он дает вам свободу это не всегда плюс это мне напоминает эту ситуацию когда встроенной библиотеке платформе в языке программирования уже есть все чтобы решить задачу но люди предпочитают какое-то готовое решение которым пользуются другие люди то есть поддаются трендам поддаются влияние моды это действительно есть библиотека из от у которой 60 миллионов используем этот простой пример я далеко не буду ходить это типичный кодная экспрессия в котором все слои логики смешаны и нам довольно часто приходит новые кастомеры которые горят смотрите у нас есть приложение на экспрессе мы не знаем что с ним делать мы не знаем как его поддерживать дальше мы не знаем как добавить фичу новую помогите нам это типичный код я вас скопировал у тимура он сейчас параллельно рассказывает но тем не менее та же самая ситуация то есть то как задумывал боб мартин чистую архитектуру по ней немножко пробежался слоник потоптался по ней все перемешалось в кашицу это большая проблема но некоторые могут подумать что а что если использовать экспресс правильно если его если применять там принципы солида grasp и так дальше дело в том что даже на официальной документации команда экспресс предлагает нам даже заставляет нас посмотреть как пользоваться мидалварами да то есть это опять таки пример глобального объекта который доступен там во всех контроллерах и что например вот так вот используя мидалвары мы можем добавить новую дату и она будет доступна во всех наших контроллерах ребят проблема в том что это как и любой другой глобальный объект если мы изменим порядок выполнения этих мидалваров то у нас все посыпется если мы удалим один то у нас все посыпется то есть других библиотеках в том же fastify или в nest.js они убрали эту возможность и используют это как гард какой-то место где можно остановиться и дальше не идти тогда это неплохо но если использовать это как глобальную свалку куда можно закинуть все что угодно будет там доступно то это уже не очень хорошая практика более того если посмотреть на историю изменений экспресса то видим что за последний год там только бампается версия ноды и изменяется readme то есть никаких pack фиксов никаких новых фич ничего нового не добавляется просто поддерживается и да даже не сказал что поддерживается просто она обновляет версию ноды и как завершающий этап ребят если сравнить чистый нод и экспресс то чистая нода будет работать в раза четыре или пять быстрее и даже если вам нравится api экспресс это попробуйте fastify он прям рядом здесь он на один процент медленней но все-таки работает ну очень схожий у него api с экспрессом посмотрите в эту сторону поэтому месседж простой я не говорю что вы должны отказаться от экспресса на текущем проекте не стоит он все-таки привычен более того если вы берете вы как архитектор как специалист выбираете экспресс вы понимаете что на вашем проекте наверное есть люди которые в нем хорошо разбираются это даст буст но если вы думаете если вы не знаете там экспресс если вы думаете что взять для нового проекта то попробуйте другие вещи тот же fastify или если у вас enterprise то nsjs посмотрите в эту сторону ребят у меня на этом все я хочу закончить если есть вопросы то пишите я хочу закончить цитатой дейкстры он говорил что сложная по какой-то причине продается лучше а простое достичь тяжело вот я хочу чтобы вас простое достигалось тоже просто и вы не покупались на влияние моды на влияние там как говорил наш ричард столман любил любимый чтобы там пропускали через три сита и думали нужно ли это действительно на вашем проекте ребята если есть вопросы пишите а я закончу цитата из фильма чему бы научились научились больше этого не делать palmer научились что open не всегда золотая пуля typescript не настолько безопасен как принято считать что react не реактивен редакс применяется на большем проекте чем нужно что время экспресса потихоньку уходит и что на одном месте сидеть тоже не стоит нужно быть хорошим программистом нужно быть открытым для изменений я этого вам желаю ребят вопросы если есть да привет еще раз так питание я у нас и перше питание вид руслана вы используете чистый mobx или mst мы у себя используем и mobx и mst на разных проектах понимаете тут немножко разные сферы применения mobx это unopinionated библиотека которая позволяет много маленьких сторов организовать но иногда нам нужен аналог редакса иногда нам нужен глобальный стор и тогда имьютабл стор тогда mobx t3 приходит на помощь у нас действительно был один проект где без этого нельзя было обойтись но решили отказаться от редакса в сторону mobx t3 и не пожалели окей на суду питания сита хорошая концепция для выбора технологии на практике заметил что технологии выбирают такую которую знает команда то есть более демократичным путем уже прокомментуешь да действительно ребят то есть вы как team lead вы как тех lead как архитектор должны опираться не только на то какие тренды сейчас не только на то что там оптимально с точки зрения рынка выбирать но то какие у вас сейчас ресурсы есть в команде если у вас действительно хороший специалист по mysql или команда специалистов по ораку то возможно манго деби не стоит брать на текущий проект вот то есть абсолютно согласен с этим я хочу добавить еще добавить что я сам завжди туплю за тесты и так вот говорил про то что цей час закий вытратить на тип ему не потратить на тесты это просто настолько бальзам на мою душу я тоже когда собирался про похожие речи рассказывать тоже стараюсь всем всем пояснить эту штуку и я реально помечал со своими деяким друзьям которые писали на джевоскрипту но попали в проект с TypeScript и рассказывают как в них распределяется час выполнения задачи типа 10-15 минут они пишут задачу и потом еще 15 минут они фиксируют типы по всему проекту и попробуют найти где там где великий тип вписать а по факту а по факту от коли мне треба подавиться не знаю якийсь що це за функція я там яку я викликаю коли я захожу на definition функції перехожу на декларацию типа цих типів в нами нічого не дає і все одно я шукаю JavaScript код скомпільований або source TypeScript та щоб зрозуміти що реально відбувається в тій чи іншій функції от коментарші у нас є від Алекса тесты для бэкенд намного полезні типів ну да це про що ми власне зараз і говорили да ребят тесты вообще полезная вещь очень сильно рекомендую встречал такое мнение в интернете что если есть TypeScript то тесты не нужны потому что рефакторинг там происходит автоматом что типа все контролируется на уровне компилятора но ребята мы понимаем что типы это одно тесты это другое лучше тесты чем типы но тест с типами это еще лучше наверное да еще комментарий на делитабл да зачастую не хватает времени затянуть и освоить слишком много нового на проект отсюда и правило не более одной новой технологии на проект так помимо відноситься до аутсорс компаний в яких я постійно текучка с проектю да ребят надо учитывать что какие люди вообще на рынке есть то есть если мы берем новый проект и решаем там Flutter использовать а в то время на рынке доступно там 10 разработчиков которые знают Flutter то возможно это не лучшая идея и стоит взять React Native или Progressive Application например да да дякиен за доповедь я думаю зараз саме час продовжить какую-то дискуссию в спешл чаті в каналі Q&A Track B а зараз у нас буде невелика перерва до наступної доповеді да спасибо ребят слайды можно найти по этому QR коду кому интересно и если вы хотите пообщаться со мной можете найти по линке в фейсбук группе я сейчас буду вас ждать в спешл чате у кого остались вопросы welcome welcome welcome